привет парни всем кто подошел вот кобра привет привет варяг токенс блин так я не досмотрел как там абвер затащит турнир картишках или нет финале играет ладно продолжаем серию прохождения серия стримов по отели total war пробимся немножко сегодня за викингов может да пройдем уже наконец-таки эту компанию вот ладно все закрываем поехали поехали так ну на чем мы в прошлый раз остановились остановились мы на том что взяли константинополь разграбили вот идет до набор флота у нас здесь соответствующие соответственно будем брать некомедию после того как флот под наберем и тоже будем грабить далее уже по обстановке принципе тут больше прибрежных городов то не осталось грабить дальше не нечего потому что но с ранным мы как раз таки не воюем вот а здесь флот двадцатка чисто флот прикрывает берега ну посмотрим ладно так константинополь разрушаем так тут у нас на прошлом стриме образовалась гражданская война генералешка нас предал но тут в пустыне в принципе далеко не уйдет так еще тридцатка есть у нас надо потихонечку начать колонизировать вот города африки я так подумал здесь у нас самое такое более-менее укрепленное более-менее укрепленные поселения точнее достаточно много армии здесь около трех двадцаток и эти поселения смогу контролировать достаточно просто вот одной двадцаткой можно на быстром марше вот прикрывать эти границы поэтому наверно будем колонизировать эти города вот она следующий ход уже поплывем в столицу венидов и выбьем наверное сделаем их данниками чтобы они не барагозили так но завершён понятное дело далее я здесь у нас найм идет да найм идет ну в принципе чё я не буду больше нанимать вроде как гала отступили и не захотели ввязываться в войну тут уже ребята золотыми лычками жесть герои их тренируют ладно завершаем ход здесь по-прежнему все напряжено с этими обозгами вот ну да ладно кстати если есть какая-нибудь армия колонизаторов да вот мир здесь вот можно начать колонизировать новые регионы потихоньку давайте покадение есть привет томас так здесь поставим поставим по строечке тоже так ну 8000 осталось все так то то и Субтитры делал DimaTorzok Мятежники наши, бунтовщики все вглубь, в пустыне куда-то устремились Ну ладно Так, в центре тут уже по нашему агенту работают, да? Плохо Дочуры наши подняли нам немного влияния Так, сносим, 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 сносим Константинополь сносим Так, не камень Что же за такие проценты, блин? Какой-то обычный городок Городишко Ну, куча лучников, конечно И все, в общем-то, по большому счету Ну, да ладно, давайте Проштурмуем Вручную 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, все-таки с этой стороны будем штурмовать, потому что здесь, в принципе, сколько... Здесь контрольная точка, можно взять... Привет, Аматол. И еще раз привет. Так, подтянем наш штурмовой флот. Таран нам не понадобится, наверное, да? К большому счету, ну, на всякий случай, там его оставим. Так, и первонаперво у нас будут работать катапульты. Топорники наши пока в сторонке. Катапульты вперед. Дайте хоть на вас посмотрю. Все чихают, да? Ну так, ничего особенного, конечно. Штурмовый отряд. Корабль, конечно, у вас крутой, как у генерала. Большой. Так, и здесь огненные снаряды стоят. Давайте попробуем быстренько перехватить. Наверное, не получится, не успеем мы перехватить, они же очень как-то медленно копошатся. Это таранные суда. Вы понимали. Хотя, смотрите, как... Что это за капуха-то, ёб твою душу-мать? Что за разгон? Этот вообще встал. Давай тарань твою душу-мать. А то сейчас сам на дно пойдешь. Ну, один корабль забрали, походу. Опа! Ха-ха-ха! На дно! На дно, ребята, на дно. Так, вот. Вы думали, в сказку попали. Так, все, ладно. Один отряд забрали, уже неплохо. Пойдем забирать башню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Два отряда мечников и два спорников мы уже здесь будут высадить позже. Так, и лучников тоже подтянем сюда. Вперед, огонь. Одновременно и стену будем ломать. И башню. Проваливают. Ну ё-моё. Что-то так рандомно отопадло. Я уже тысячу раз попал, стена должна была уже просыпаться. И башня развалилась. Заодно так. Так. Я бы вот ещё вот эту башню забрал. Чертям. Она немножко достаёт до наших ребят. Так. Здесь у нас копейщики под обстрелом, да? Пускай, пускай. Играет музыка. 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 Ах-х-х-х! Хорошо, попали. так все башню ту же с ним кстати башню тоже снесли поэтому можно верно пока что я тоже не знаю куда еще побить а в копейщикам пока высаживаемся так и отряд наш можно завести в гавань покажет что же высаживаться будем да все все майор у тебя звание tokens так майор болтологии в чатике соответственно так 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 можно в принципе начать высоту и и и и и и и и и так топорники давайте вперед-вперед-вперед-вперед-вперед ребята заходим с тыла так лучники отмена по лошадям лучше работайте так здесь у нас продвижение по лошадям тут пробили ребят выбили отлично да не тормози ты ё-моё все а тут они как можно сказать в ловушке они свою баррикаду поставили здесь сами не могут пройти теперь вот а мы пока лошадей будем обстреливать так здесь у нас прорыв тоже идет для мои топорщики привет носков за переселенные народы нет я же тут вот за этих заютов играем и он с релиза завист готов пытался играть так топорники давайте вперед ребята так всем отмена стрельбы это в своих своих перестрелять так а тут по ходу лучники когда покрали один отряд выбили ну-ну Point в Essa свадьба Allen ру perpend Jo это perlu tahu будем вас и нет Так, заваливаемся, заваливаемся, заваливаемся. Ломаем баррикаду. Молы готовы! Молы готовы! Молы готовы! Молы готовы! Молы готовы! Молы готовы! Никто не любит викингов. Молы готовы! Молы готовы! Баррикаду! Подвигаемся дальше! Ломаем лучников! Так, нет, нет, вы ломаете баррикаду! Молы готовы! Молы готовы! Молы готовы! Молы готовы! Молы готовы! Стоять свою землю до последнего! Потихоньку убивая всех тех, кто мне объявлял войну! Молы готовы! Так, вперед! Давайте, свистящий выстрел и огненный поставим! сразу занизим мораль может побегут сразу идем наших парней все на достижение открыто скорость стороны да я видел как так стартовые позиции смотрел знаю там ордами начинаешь потихоньку не знаю что то как ты за ордик пока не хочется играть может когда надоест за всех сторон их поиграю за аланов там вот у меня был было было желание за ланов может начать вот сейчас может за римскую империю восточную поиграем посмотрим короче не знаю так еще это у нас тут он нет ну и разграбим и оккупировали нам нужны деньги сносим города ладно давайте объединим так все здесь мы отходили в принципе азия азия возникла благодаря нам а падла не хочет мир заключать я в принципе мне пофиг на нее эту азию это мы забрали у арии городок а потом возникло восстание вот и образовалась азия государство но не хочет мир заключать так давайте на юг оттянемся посмотрим что здесь так да я думаю надо брать столицу ну вот этому фенитов и наконец-таки сделать их данниками чтобы они отстали уже то бегают по всей территории не угнаться за азия посмотрим наконец на этих на конных ярлов действия будем ломать центр подальше от воды потому что у него флот есть а да за восточных может начнем не знаю пока еще ничего не ясно вот они наши конные ярлы так вот смотрите на шлемы такие на модные так жалко у нас тут ничего такого нет ни катапульт не лучников больших количествах у нас только застрельщики ну ладно поехали застрелщиками постреляем да я не буду никаким переселением заниматься носков эти умоляют ерундой такое не занимаюсь но в плане за седла и государства вот эти там на остров куда-то мотаться это в испанию там британию тоже ерунда все особенно за римскую империю буду держать свои территории стараться по максимуму так подтянем да гасите блин урода так мне нужно у пикинера вообще-то убирать хорошие будем ловить пока на этих на застрельщиков копья всякие разные поехали атаку конные ярлы заваливаемся мечники вперед копейщики подтягиваемся так тут кстати не простые эти блин копейщики тут элитные копейщики поехали вперед гасят нас тут вообще жесть баланс просто на уровне мы элитные мечники просто тают на глазах против копейщиков как будто это у них мечники элитные что-то дебильная катапульта сейчас набрасывает так мечников гасим гасят нас тут и все конницу все послевать мечники у меня не могут перебить копейщиков к сожалению читерные катапульты работают обычно копейщики лучше пробивают броню мечники лучше пробивают копейщиков а тут все наоборот мечники терпят от копейщиков да тут вообще ребят не смотрите тут легендарная сложность здесь все перебафано последний раз играю на этой сложности не интересно вообще плане битв как бы раю ну у компьютера бафы до 30 процентов баф боевого духа урона защиты и так далее тут даже обычные копейщики новобранцы могут разбирать копейщиков второго уровня меня разбирали много раз никакой тут логики мало вот мечники не разбирают копейщиков тут нужно только таловыми таловыми ударами как бы выбивать противника короче тут слив походу стоят ничего не могут сделать на мечники ну катапульты конечно тут вообще вне конкуренции с лазерным наведением против них конечно сложно что-либо противопоставить через всю деревню прямо в лоб короче ладно сваливаем отсюда так почему не могу отступить я же нападал проваливаем отсюда до легендарка тут вообще супер интересно настолько интересно что я вот в ачивку получил и больше в нее играть не собираюсь реально полный отстой никакой дипломатии нет никакого никакой логики в битве нет никакой логики в экономике компьютера нет просто все воюют против тебя так еще и войска как бы равенство не имеют допустим там мои мечники против его мечников мои мечники сольются ну одинаковые допустим отряды блин чё генералом не могу отступить так что признать поражение ну он у него копейщики набили неплохо мои мечники по 50 человек причем это ну вот эти вот неплохо отработали 164 накосили а так мечники не пробили копейщиков офигеть и генерал еще жесть какая-то я напал я не смог отступить еще один баг когда ты нападаешь они на тебя нападают ты имеешь право отступить мне такого шанса не дали так ладно френд с вами о чем с вами говорить чертовы читеры так давайте восстановим наследие убредятина конечно как бы ничего не поделать тимулитных мечников нанимать так привет блат вейд привет блат вейд мятежники у нас дальше в это как вглубь уходят до ловить их придется не знаю у меня все ребята помрут просто в пустыне если я погонюсь за этими уродами а за ними надо гнаться потому что верность падает сплоченность в армии так но эту армию не могу оттянуть наверное вот это пойду за ними в догоночку и тут у меня с до агент у меня есть будем следить за ними агентом еще тому же так 16000 на 16000 ну ладно завершим ход принципе это бонус компьютер что ли общая так 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 да черт с ней ты с этой легендарка я говорю я ачивку выполнил и все интересно играть половина игры уходит как бы мимо тебя ну по крайней мере политики никакой нет на легендарки абсолютно у меня минус 150 со всеми фракциями изначально 0 начальная позиция минус 150 отношения то есть я встречаю фракцию у меня сразу минус 150 с ними к они мне сразу войну объявляют я вот флотом заплыл к сасанидом они открыли меня ну-ка как державы сразу войну объявили нормально хорошая дипломатия потом потом всякие мелкие держава мне войну объявляют например вот венеды объявили войну они давно каком-то на тридцатом месте а я на первом месте по силе в игре то есть я держава номер один в игре они какие-то самоубийцы взяли объявили мне войну с чего это вообще с какого вообще перепугу мне войну объявляют какая-то шавка просто и вот этими куцами отрядами тут он бегает что-то пытается добиться таки такого плана недоработки не знаю как то вот я говорю я больше на легендарке и вообще не буду играть может моды какие-то поставлю можно что-нибудь такое но в оригинал на легендарке точно так у нас тут все сносится потихоньку деньги растут потихонечку так 40 косарей у нас разрушение константинополя и не комедии капнула неплохо так сейчас будем колонизировать блин я здесь забыл починить ну то он убежал опять дальше чем я походить могу жопошник а бегает как я не знаю кто я его не догоняю блин хотя у меня уже бафы на перемещение по карте и так далее по науке научные бафы сейчас мы его попытаемся замедлить и конечно помехи в армии порча припасов так скорее нет дезинформации вот уменьшение дальности перемещения успешно выполнил задание так минус 25 всего лишь но он дойдет до константиновки у меня тут небольшой отряд в обороне так здесь продолжаем нанимать зачем константинополь сжёг привет абакан так я и говорю хотя бы вы знаешь какие-то союзы там мути либо константинополь сжёг потому что я его захватил флотом то есть я граблю прибрежные города я их удержать никак не смогу можно еще на один уровень снизить стройке еще денег получить принципе я не думаю что он нападет сразу хотя у меня тут гарнизон это нет никакого можно флот сюда подтащить так вот сделаем чтобы разграбить посильнее константинополь так он не нападет через в этот ход потому что двадцатка флотская здесь будет находиться еще косыря 10-15 с разрушения вот этих построек мы получим плюс не комедии еще столько же профит сжигать города вообще это очень маленький доход а вот разрушать постройки под ноль доход знатный так ну давайте здесь увеличим уровень построек так все с этой религии вообще непонятно что-то не растет 9 как было таки осталось я уже столько регионов новых обратил свою веру он все падла никак не растет здесь минус 13 налеты так 72 процента тут уже нашей религии все равно 72 процента тут уже нашей религии плюс девять плюс девять ладно давайте начнем колонизировать африку наверно потихоньку сюда тащить армию городок второго уровня поставим это верно это верно так на доходы 2 fled еще где то вот здесь проблемы были архангельский до минус 9 идет у меня еще где то вот здесь проблемы были ну тут в принципе через пару ходов все нормально будет еще вот удобно вот здесь смотреть по пище например в каких регионах пищи не хватает в Вифине в Великой Греции в Триполитании пищи тоже нет давать увеличим постройку на пищу и военные порты наверно тоже эти как их урбанские перестроим фракия ну фракия понятно это мы только что разграбили герциня тоже не очень-то ну тут пока ничего не могу поделать единственная залежи свинца может снести ставить здание на пищу главное не забыть давай носков ну византия не византия мы же варвара в викинги но я не смог бы удержать этот регион если как бы была возможность наверное был удержал и да и ходов настолько нет скоро компания закончится это по сути чтобы ну там перестраивать допустим тоже надо же перестраивать город этот он не моей культуры там еще по-моему 15 ходов большой город 15 ходов перестраивать вот все постройки потом заново ну короче это долго плюс армию там надо держать чтобы удерживать этот регион короче это очень долго легче его разрушить и ну по крайней мере если не совсем уж разрушить то постройки до нуля снизить и все эти деньги направить на укрепление своих регионов скажем так да напал он на константиновку говна кусок вот я его догнать два хода не мог он ладно еще говорить по второму разу по кругу я уже и замедлил его агентом все равно падла он дальше меня ходит замедлены так ну у меня тут в принципе такая крепостушка небольшая хотя толку от этого мало так так с уже по обстоятельствам будем смотреть с какой стороны будут заходить и так плохо бы конечно генерала ему выбить но тут его прикрывает конница наемная еще при к тому же полный отряд ладно тут тоже наемники точнее здесь не наемники а так ну ладно давайте конницу под подтащим поближе так я чё-то по-моему не то перетащил конница заходит ты да ёптвою нажимается нифига копейщиков подтянем отлично что он конец туда выбил вывел и хоть своей спокойно смогу работать копейщиками завалим сейчас по генералу отработаем все вражеский генерал погиб лично что еще можно забрать я бы еще конечно отряды мечников забирал это ладно так все отмена стрельбы давайте тогда я даже не знаю надо конечно мечников покарать а а и 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 самая тщательно давайте тоже тут баррикады мешает пойдем так мечники давайте вперед все-все-все-все-все назад назад встречаем мечников конница сейчас отстреляется чем так этих давайте давайте ребят учу слепые вашу мать еще не стрелять они уже вплотную к вам подошли тупыри чё отдельное приглашение надо для вас пока не нажал блин нет нет не открыли огонь хотя стрельба без приказа стоит так вот здесь не стоит ладно открываем бы без приказа пошли работать в принципе можно оттянуть иконец тоже оттащим назад ну зап вот урода так копейщиков перестроим здесь зайдем в тыл чё урода кидать то будем копии ли жалко набросить в разок конницу отведем вот так вот обойдем поехали джавелин мэн или а или тут не обойти так тогда обойди а и и и и и не сгибаемые копейщики вот один погиб за все время хотя в тыл бьем так конец обходит мне вот сюда как раз поехали так разбили поперщики стена копий тут разбили мечников протягивая на все они отступили не ребят я вас буду до конца бить ну вас нафиг что там будете меня доставать и и Продолжение следует... Ну ладно. Героическая оборона. Открыто достижение героической обороны. Возьмем бабки. 800 монет. Возьмем бабки. Возьмем бабки. Да ты меня достал, жопошник. Я с полным ходом тебя догнать не могу. Реально, уже как-то не смешно. Какой-то неубиваемый... Мятежник. Так. Дальность перемещения. Хотя давайте прокачаем убийство. Так. Здесь у нас... Поехали колонизировать. Потихоньку. Двадцать пятый плюс от Мунки. спасибо мунг привет тебе так то я даже не знаю можно в принципе застрельщиков по набрать можно копейщиков по набрать давайте три отряда еще возьмем элитных мечников и что у нас константинополем тут все мы вот до дотла разграбили до последнего винтика болтика да полностью принципе ну еще можно порт разрушить здесь еще один уровень снести можно будет получить доход привет аптис где пропадал да нигде просто не стримил что-то как-то приходишь уставший еще и как вторая работа ё-моё стрим включать болтать 4 часа тоже как-то не очень хочется если честно так ну надо колонизировать новые территории давайте по но не что для какое-то название мне может не очень нравится так далмация во черногория как раз давайте в черногорию отправимся курорты там будем делать так давайте начнем села какого-нибудь до колонизируем сельцо так и не забыть надо здесь расчистить здесь поселение второго уровня большой зал 5000 да давайте поставим большой зал чу спим 800 заход будет давать ха-ха-ха не стримил значит пропадал где глаза вытекает от новая и ос от новой макой ос у меня глаза вытекли когда мы в вонючий iphone обновился и там этот гейская и ос появилась не помню какая на этом по счету все голубенькая переливающиеся розовенькая и так далее вот но это ладно хотя как ладно мне старая больше нравилось подло обновился и назад не вернуть вот потом все начало тупить дико то есть в раньше на старой системе работала нормально как новую поставил но обновил начала дико тупить вот потом все хуже и хуже зависания подтупливания ну короче как бы намек такой типа покупай новый iphone такие не хитрожопые блин почему здесь мятежники отчет пропустил карфагене сочи полисе всегда нормально было с порядком ну ладно привет же майка ну и птиц кстати эти как записи же на ю тубе выходят регулярно так что если как ну нечего смотреть а интересен тотал ворта можно записи посмотреть я не думаю что ты все стримы смотрел вот там сейчас куча записи новых появилась все наверное 10000 ставим у меня уже вообще дохода не осталось с этими всякими реформами в армии так ну надо плыть грабить новые поселения отплываем что что еще могу ладно еще один ход подождем здесь вот непонятная конечно обстановка много лишних армий давайте мечников что ли распустим сейчас надо на должности не на должность все нормально на в общем мне надо кого-то у кого-то распустить слишком много там было конечно ситуация такая критическая поэтому тут две армии прикрывают но сейчас можно все это под распустить частности дорогих мечников конницу вот так вот раз и здесь 2 катапульта одно оставить всего лишь вот 5000 заход сразу так раз другой разговор так отсюда армия тоже оттянуть и под распустить все-таки конница очень дорогая напротив верблюдов она не тащит к сожалению лучше побольше копейщиков нам наберем верблюды конницу мою роман сует полностью вот уже 6000 на следующий ход здесь верблюды верблюды разбойники разбойников минус копейщиков копейщиков нишовых плюс наемников минус наемников минус верблюдов оставим одну пачку все как-то так так губернатор давайте ему рвение и хитрость прокачаем и по поводу губернаторов в принципе у меня да все нормально все наняты а блин венит и тут тоже мутит воду ну конечно алиман еще мне файта объявили ой ё-моё алиманы алиманы и вы туда же блин у них армии конечно много минус сиракоза минус сиракуза минус губернатор давайте повоюем немножко так поселение располагает принципе к обороне и и и и и и более-менее хотя он сейчас катапультами своими мне тут насует ладно говорить и и и и и и и и н и и и и им борщиков стрельщиков все вроде все сделал что хотел обороняться будем здесь потому что тут башня во-первых во-вторых глубь все равно нет смысла тут 4 катапульты вот если здесь забиться до принципе тут удобнее позиция но катапультами это все просто он уничтожит всю нашу армию катапульты уже не раз такое было тут то процент точности конечно зашкаливает когда у меня будет выбор качества не знаю когда 50 место получим в рейтинге гудгейма сейчас 62 там она скачет то 59 место то 62 там все зависит от количества зрителей просмотров и количество стримов то есть там если часто стриме то место можно набрать вот вроде как уже приблизились потом я немножко подзабил и опять на пару мест потеряли позицию вот ну не всегда есть желание стримить так давайте тогда сюда подтянемся потому что он наверняка тут будет час атаковать бога вон флот оказывается плывет а вон пошли катапульты работать сейчас эти ребята наверное даже и не добегут да и к тому же аматова тебе то чего выбор качества тысяч компьютера смотришь больше для тех кто у кого слабеньким там интернет не знаю кто с мобильника смотрит то с компьютера смотрит тому в принципе ничего никакого никакой разницы не будет ну и плюс там в реальное время конечно можно поставить за 30 рублей по-моему сколько-то там в реальном времени будет без задержки и все как никаких таких особых прям привилегий так ладно один отряд копейщиков снимаем позиции почти убил генерала почти убил тут стену копий там может и задонатить 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 можно и так кошельки то есть дело не в этом там ну как бы в самый прикол просто выборе качестве а донатом дело прохладное 20 процентов забирается сайта смысл и туда вообще донатить так знаю может генерала попробуем забрать особо выбора никакого нет я специально вывел в этих застрялщиков думал по ним катапульта еще будут работать они хотят так ну все ну все отстрелялся он знатно конечно давайте по генералу накинем пару копий хотя наверно не накинем сейчас не будет тупить вверх вниз сходите и все все на что способны ну вот что вы ходите туда-сюда идиоты до стрельнуть его хоть раз уже ёбт вашу душу мать душу вашу мотал как римас говорит душу вашу мотал вот еще они сделали туда-сюда побегали душу вашу мотал и все идиоты блин не будет он не тут высаживаться поплывут час в обход давайте вылечим время он мне все как это пультами все расстрелял просто система с лазерным наведением карает так где мы конец конец вперед привет стратег до душу мотал бороду целовал вообще все душу вашу мотал не слушаются войска порой манские арбалетчики карбалетчиков тут жесть так ладно время то можно уже уменьшить вперед тут в принципе атакуем тут и бдеться то некуда наверно я еще и про атаковать их не могу смотреть душу вашу мотал до копейщиков тут задержим мечников вперед давайте давайте ребята ребята в темпе темпе вальс лид вориус да быстрее 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 няшить токензы а мне-то чё его няшить токензы зачем мне няшить меня бы кто поняшить токензи токензы вот подряд смотрите элитные скандинавские воины терпят поражение против опытных германских копейщиков элитные скандинавские мечники дорогие терпит поражение от копейщиков все логично все логично кто такие элитные мечники это же по сути почти никто а вот копейщики копейщики это да копейщики по-любому в ближнем бою последний раз играю на легендарке выиграть конечно можно ну я по сути уже выиграл там победа у меня одержана да за компанию но не люблю нелогичности давайте еще сюда хускарлов подведем вот это тут ерунда ерундистика когда мечники проигрывают дуэли элит не просто мечники элитные мечники элитные скандинавские воины терпят поражение против копейщиков находясь какие-то арбалетчики стоят тут уже не знаю сколько пускарлы их напугали только ё-моё вид большого топора их отпугнул но все вы тут на берегу конечно дальше вы не выйдете душу вашу мотал давайте вперед скарла тоже давать вперед тут у меня баррикады ребята стоят такие не пропускать никого оп таки а тут нас за этим за поворотом баррикадка огонь такой автомат просто так хах перестрел за перекрестком тут стоит баррикада с ребятами автомат калашникова минус так не обошли тут немного почему я не могу атаковать генерала почему не могу атаковать душу вашу мотал так топорники вот не могу все нажать атаковать придется вот так вот как сейчас пускарл дадут посраться давайте 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 крошите крошите их генерал выигрывает сражение у элитных мечников под ныне с мистовством причем он не дерется он просто стоит я ему помочь к сожалению не могу потому что я не могу нажать счет этом германский боевой отряд против скарлов давай на топорище на топорище смотрите как рубит а у женщин у женщин это за что по голове то в шею прям топор все минус так это наш генерал вообще-то ну ладно ну как не генерал это губернатор ничего не могу сделать с этим генералом они как-то и не дерутся особо брата не происходит так ходим на последний рубеж так генерал давай прячь прячемся последний рубеж с карл сюда ладно элит вориор создавая назад толку от вас как с козла молока пускай с карл отработают генералом да это как вот стрелять и хотя бы пилом я не знаю давайте даже пилом не хочет отстреливать ну черт стопы так отойдем назад стена копий инженеров покарали ступим назад мне нужна и стена счетов конечно не хватит блин чуть-чуть конечно не хватило наверное скрыть еще много очень много воинов к осталось тех опытных германских копейщиков жалко но нехилый такой урон нанесли из кого он не ожидал я голубая мечта токен за чтобы его няшили ну так я так как-то могу к этому приложить какие усилия подождем генералов последний бой кинем да нет питер 100 питер стайл какой опыт грейжин и ничего них не грейжин тут же это легендарная сложность меня копеечки новобранцы уничтожали мечников никакой там никакой логики нет просто у них баф сложность сражения легендарные не ну просто даже если взять не компанию просто сразу сложность сражения легендарную то есть компьютера бафы идут здесь отдельно настраиваться сложные сражения и сложность компании ну я короче все запилил на максимум зря сложность сражениях надо ставить на среднюю или на высокую на средне то есть ни у кого бафов нет допустим мечники должны карать копейщиков вот особенно элитные мечники а здесь все наоборот то есть тут неважно мечники не мечники 1700 воинов моему накосили 1700 своим гарнизоном неплохо что способна уставшая девушка без секса одна в квартире чего прикидывать и я знаю на что способна уставшая девушка да именно так ну ты мне прям мою девушку бывшую напомнил приходишь к ней домой так ну давайте примем примем бой мы принимаем бой вот она после работы придет посуда посуда не мыта кругом колготки там всякие платье раскиданы разбросаны лежит приходишь тоже с работы сразу на кухне идешь моешь из-за нее посуду готовишь все делаешь в постель приносишь знакомая ситуация царевна ничего не поделать принцесса блин туман они выбрали туман плохо и поселение не очень конечно располагает к обороне так я чё-то ничего не понимаю где-то берег где а все я тут хочешь высажусь но а 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 так так а а а а а а а короче как-то так не знаю вообще не вижу где тут чего тут оказывается и высадки нет получится провал ну не знаю куда мне высаживаться а ну давайте вот здесь провал а ну вот здесь можно можно так давать почитаем чате пока не высаживаются со вздохом посмотреть на чулок вольф валяющийся на полке открыть компьютер почесать голову помассировать грудь немного начать переписываться в чатике да про грудь а то ты меткам он взбудоражило народ это засыпают мужики эту про грудь сразу как-то проснулись кто-то даже вон вискарем подавился вот женщина работяга раз через забор как знала бы что она вар что варвары плывут с топорищами не ходила бы тут это видите модный мужик в красный такой а ну все они уже увидели услышали варваров даже высадился кто-то спи давать его встретим вперед ребят вперед 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 валите его лично так высадка произошла все я понял отступаем отступаем вглубь территории отдаем башню грустно все это а он продолжает тролить мужиков они уже представили себе голую уставшую женщину которая набрала теплую ванну разделась кто-то второй раз подавился вискарем и кто-то и и и и и избавить тебя от этого как я могу тебя избавить я могу тебя только не знаю пригласить гости он варяг с этим стокен сам собираются ко мне в гости приехать приезжай с ними приготовлю тебе чего-нибудь вкусного так воли варяка нет в чатике вы завете вот лишила меня самого одного из самых преданных зрителей чё ты натворила вообще на каждом ну вот он появился вроде чем вроде откачали в порядке так но это инженеры инженеров то пофиг а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, разбили мы армию противника Опытный флотоводец, открылось достижение ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну это мятежники На укрепленный город напали Еще один мятежники Субтитры создавал DimaTorzok Короче... Преданных людей не осталось Почти Не могу я догнать этого читерного генерала Он бегает почему-то в два раза быстрее, чем мой У моего вообще хода нет Вот, все Вот это вот кусочек он пройдет и все Минус ход Этот уплыл куда-то, ну Не догнать, нифига Тут пограбили, там пограбили Все чинить, фиг знает сколько стоит Две тысячи Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И наконец-то Венедов приструним. Починим им их своей воле. Будут нам дань платить. Все, и соответственно вот эти двадцатки уже нам не угрожают. Тащим армию назад. Сочи-Полис, Сочи-Полис. Какого черта в Сочи-Полисе такой порядок? Тут иммигрантов куча. Вот почему. В Сочи-Полисе куча иммигрантов. Еще и запустение. А, ну вот, понятно, короче. Запустение идет. Ну, в общем, как под конец кампании, так скажем, что тут по пище. Плодородие, да? Видите, все... В начале кампании все зеленым-зелено. И потихонечку, потихонечку все просто в какой-то кромешный ад превращается. Запустение, беспорядки. Вот, все иммигрируют с севера на юг. Хотя на юге тоже уже не особо хорошо. Ну и Сочи-Полис наш тоже уже пришел в запустение потихоньку. Ого-го, тут верблюдов сколько. Жесть. Ого-го, тут верблюдов сколько. Сколько верблюдов, а? Ого-го, тут верблюдов. Сделаем следующим образом. Попытаемся, по крайней мере. Так, вот, заблокируем. Все равно не получится уплыть в эту сторону. Не пускают нас. Попытаемся, по крайней мере. Попытаемся, по крайней мере. Да, торговые порты есть. Есть смысл строить. Они дают доход. Каждое здание дает доход, независимо от того, торгуешь ты или не торгуешь. На легендарной сложности вообще ни с кем не торгуешь, потому что все рожи красные просто. Ух ты, неужели кто-то, неужели кто-то зеленый появился за... А, ну это мы антропотеном и с ассанидами воюем. Вот, единственная зеленая рожа за все мое прохождение компании. Они же дают доход, вот, независимо от... Давайте посмотрим. Вот торговая верфь, 750 единиц золота от торговли. Вот, поэтому неплохо. Вот. 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 Ох. 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 Отошли, да? Да не за что. Там на самом деле, как бы, рыбацкие тоже дают неплохой доход, прибыль, к тому же еще и пищу. Вот, рыбацкие 450, по-моему, золотых, плюс пищу. Торговые 750 монет. Но без пищи. Поэтому тут, конечно, такой баланс. Я бы, конечно, я чаще ставлю рыбацкие, потому что, ну, 450 монет на 300 монет меньше дохода. Но при этом еще и пища. Профит. Не требуется там отдельное здание на пищу строить. Тут одновременно и доход, и пища нормально. Фракция уничтожена, гунны. Вот так вот, на 459 году гуннов не стало. Так, кстати, у нас тут все вот эти вот должности поисчезали, да? У нас уже такие старперы тут. Просто жесть. Дохнут каждый ход. По 70 лет каждому. Пока, Матал, пока. Чем тебя мунка-то обидела? Или как она тебя в грусть вогнала? Какой-то Армагеддон, если честно. Все потихоньку помирают. Уже даже силу фракции нет воевать в этих всяких. Плодородие на нуле. Ледниковый период. Четыре хода. Три хода в году снег. Снег вплоть до восточных областей. Короче, компания подходит к концу. Еще шесть лет осталось. Двадцать четыре хода и все. Эгг. Двадцать четыре хода. А мы не можем добить победу культурную. Малую сделали, а вот культурную. Чего-то не хватает. Чуть-чуть. Четыре поселения не хватает. И вот этот дебильный пункт почему-то не выполняется. Хотя уже я все сделал для него. Вот. Так, понятно. В общем, все на доход сейчас сделаем, потому что уже как-то тяжко. Бюджет наш не справляется. Счастливый пункт виртуар! Продолжение следует... после стрима глянь стим хорошо вы после стрима гляну стим токенс и да не за что мы заходи еще заходи на огонек не будешь обнимать своего тигра шоу 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 Продолжение следует... Так, колонизаторов потащим немножко поближе, следующим ходом будем уже колонизировать вот эту провинцию. Запустение, запустение, запустение. Продолжение следует... 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 опять не догоняя этого урода так что у нас тут с колонизации давайте колонизируем этот регион потихонечку так здесь уже в принципе уровень религии нормальные давайте переместим нашего агента в соседний регион там с ракет здесь 70 тоже в принципе тоже все нормально давайте в соседний переместим да что ж такое тут какой-то бесконечный непорядок я уже построил вот эту постройку она тут общественный порядок плюс 13 все равно все равно беспорядки налоги и события так ну короче здание почему-то не работают смотрите вот общественный порядок плюс 13 плюс 13 правильно здесь общественный порядок плюс 7 что-то тут не не это самое не не плюс 7 не плюс 13 вообще не наблюдается постройки пятерка технологии 4 давайте на один уровень снизим это здание не хочу здесь просто армию сюда тащить этот север чтобы беспорядки прекращать так тут у нас религия как-то все на месте да давайте подтащим сюда агента пускай баффет религия да чё там смотреть там понятно все написано живот налоги события и сложность минус 8 вот и все минус 25 а скукались в постройки рюгин плюс 40 все равно как бы какой-то счет странный а ну это пищей от ну события налоги сложность минус 8 вот и все я наверно восстановлю флот потому что не могу я догнать этих сепаратистов да вот ничего не могу с ними поделать денег не осталось смай вместо сетки м да да это да и Флев. Флев, флев, флев. Давайте сродимся. Двадцать пять ходов сидели у себя дома. Приперлись. Двадцать пять ходов сидели у себя дома. Так, мы сейчас будем встречать. Встречать, встречать. Клонится у нас сразу на катапульту. А тут уже по обстоятельствам. Двадцать пять ходов сидели у себя дома. 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 Давай, 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 перехватывай генерала. Двадцать пять ходов сидели у себя дома. Двадцать пять ходов сидели у себя дома. Двадцать пять ходов сидели у себя дома. Странов вообще нельзя потопить корабль, он взял и потопил моего генерала. Как обычно, на читах играет, падла. Типа его не догнать. А тут уже эти застрельщики перестреляли. Да. Ладно. Ладно, ладно. Встречаем. Встречаем десант. Десант. Встречаем. 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 Мечники. Перехватываем. Это не перехватываем. 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 Отмена. Отмена стрельбы. Так, здесь накидываете. Отлично. Отлично. Капец. Капецчиков разбили. Время. Продолжение следует... У Скарлов подтягиваем. Сейчас на Д будет элитных мечников бить. Так, где моя конница? Давайте по элитным мечникам, ребята, накидываем. Мечников почти разбили. Продолжение следует... Еще один отряд. Еще два отряда мечников. Ну ладно. Копейщиков подтянем. Копейщиков подтянем. Продолжение следует... Продолжение следует... Заходим в тыл... Бьем в тыл... Так, по этим ребятам накидываем, конец сейчас обходит... Да конец, давай обходи, тупая дура... Так... Отряд мечников терпит... Скандинавских копейщиков... Почему-то... Находясь в стене копий, все равно терпит... Так, мечникам в тыл заходим... Все... Разбили... Включаем огонь... Неплохо, гарнизонам двадцатку отбили... Включаем огонь... 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 Так, отлично. Противник погиб в битве, естественная смерть, и вроде как наш флот, по-моему, тут разблокировали, да, да. Да не, это, Руман, это не дополнение. Здесь есть от Рима что-то такое отдаленное, но с Римом реально не сравнить. Ладно, подчиняем. Рим просто реально там в подметке не годится. А Тили, тут все гораздо интереснее и мудренее, чем в Риме. В Риме все легко и просто, можно с закрытыми глазами, левой пяткой проходить на легендарке. По крайней мере я почти за всех прошел на легендарке. Вот, в Риме. Здесь все гораздо сложнее, хардкор немного, больше добавили различных возможностей, ну и так далее. Легче обзор посмотреть, чем так просто рассказывать. Я почти на каждом стриме рассказывал, сколько тут разных дополнений, ну, по сравнению с Римом. Так, давайте дальность перемещения на карте прокачаем и опыт новых кораблей. Ладно, ребят, давайте будем завершать уже на сегодня. Не знаю, будет ли еще стримы по вот этой кампании. 5 лет осталось до окончания, в принципе, малую победу я заслужил уже, ачивки получили. Вот, на культурную победу не хватает 2 поселения. Всего лишь. 2 поселения и вот эта галочка дурацкая почему-то не ставится. Я уже контролирую 9 провинций, где моя религия доминирует. Но все равно почему-то 10 провинций вроде как контролирую, но не знаю, почему-то не ставится. Эта галочка дурацкая. Ну, это ладно, это я там разберусь, в принципе. Ну, вот, до культурной победы, в принципе, доиграли, по большому счету. Я еще без стрима поиграю, посмотрю, разберусь. Тут, в принципе, 2 поселения, это фигня. 19 тысяч есть. Это просто колонизировать 2 городка, да и все. Так что вот такие дела. Викинги-то наши нагнули весь мир. На первом месте наша держава оказалась. Вот так вот. И Африку, и Италию нагнули. И Константинополь разграбили. Вот. Так что вот так. Ладно, ребят, всем спасибо, кто смотрел, кто поддерживал. Всем спокойной ночи. До новых встреч. Ну, и запись на ютубе, как обычно. Будет выложено. Вот. Предыдущие серии, кому интересно, ну, с первой серии, как мы развивались. С одного городка, как мы там терпели. Вот. Наш, наша столица. Все на ютубе залито, ребята. Кому интересно, посмотрят. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok